Я хочу, чтобы политики, которые так много думают про свой рейтинг, сказали, сказали и посмотрели в зеркало и сказали, если Украина потерпит поражение на этих переговорах, они будут от этого счастливее, или они все, или Украина потерпит поражение, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной. Так мы должны хотеть победы Украины или поражения Украины, если мы не хотим поражения Украины. Перед первым переговором с Путиным у меня было много иллюзий, я очень хотел достичь мира, я прекрасно понимаю президента Зеленского, я прекрасно понимаю его мотивацию, потому что это мотивация украинских матерей, которые могут потерять там и дальше своих сыновей, это мотивация любой человек, который хочет в безопасности. Я перед первой встречи пошел в церковь Святого Георгия в Москве, там долго молился, чтобы встреча была успешной. Я бы сказал, что не на Майдан надо идти, давайте пойдем вместе помолимся за то, чтобы эта встреча была успешной, все украинцы. АПЛОДИСМЕНТЫ И когда... АПЛОДИСМЕНТЫ Это будет достойная позиция. АПЛОДИСМЕНТЫ Если за день, за два, если Путин увидит, что вся Украина, весь политический спектр, Порошенко, Юлия Тимошенко, Великий Вакарчук, гениальный правда, Давид Арахамиев, первый президент, второй президент там, стоят в церкви на алтаре и все молятся вместе, взявшись за руку за успех переговоров. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда Путин поймет, что он имеет дело с сильной, объединенной нацией украинцев. АПЛОДИСМЕНТЫ И, по-моему, не надо надеяться, что Зеленский такой неопытный и его разведут. Он не похож на человек, которого можно так развести. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И отсутствие опыта, это даже хорошо. Потому что я видел этих опытных, которые стояли перед Путиным за задних лапах, в том числе и в Западной Европе. АПЛОДИСМЕНТЫ Как раз не за Шорина Зеленского. То, что он свежий, то, что он настоящий, то, что... А кто думал, что он победит на этих выборах? Он же верил. Он не боялся. Почему он верил? Потому что он не боялся. Любой ему сказал, да пойди, что как ты? Ты понимаешь, там такие зубры, как ты можешь. То же самое с Путином. Главное, что у человека правильные инстинкты. И я уверен, что у него правильные инстинкты. И я думаю, что как можно выйти из этой ситуации? Все очень просто. Украина имеет целый ряд преимуществ по отношению к России. Военных сил? Нет. Но у Украины есть свободное общество. Хотя бы ваша передача. Ваша передача была в Москве, ее закрыли. Сейчас она есть тут. АПЛОДИСМЕНТЫ Украина имеет свободную дискуссию в парламенте, чего в России подавно нет. Украины потрясающие перспективы. Просто надо эти перспективы использовать. Пока что мы не только они захватили часть наших территорий. Реально минимум 5 миллионов украинцев за последние 5 лет уехал работать в Польшу. Поляки уезжают в Германию. А вместо поляков туда приезжают украинцы. Потрясающая инициатива Зеленского вернуть обратно украинцев. Дать им кредит и так далее. Что это означает? Вот процесс возвращения украинцев обратно или не выезда больше украинцев туда, то есть когда создадутся возможности в Украине, автоматически параллельно процессу возвращения территории. Когда украинцы не захотят уезжать, и территории захотят возвращаться. Это однозначно. Поэтому, мне кажется, реальный успех Украины это верховенство закона, чего в России никогда не было и никогда не будет. Давайте будем говорить так. Если в Украине будет верховенство закона. Если люди будут защищены. Если трехлетнего ребенка не будет стрелять в центре Киева, как это случилось. Если у людей будет ощущение защищенности. Если правительство Украины реально последует за настоящими инициативами Зеленского, хотя бы послушали, что говорит Зеленский. Я очень хочу, чтобы все министры делали и понимали, что вопрос победы, в том числе и на этих переговорах, решается в том, насколько счастливо себя чувствуют украинцы. Насколько у нас низкие налоги, и они просто их со всех сторон будут теребить. Настолько хорошие возможности для развития молодежи. Настолько хорошо себя чувствуют защищенные пенсионеры. Тогда они не будут сбегать за пенсиями России. И тогда, когда все эти реформы будут проведены, тогда вопрос решится. Давайте говорить так. С чем мы ждем от этих переговоров? Мы же знаем, честно будем говорить, как есть. Ключ от решения вопроса не находится у Зеленского. Что вы от Зеленского хотите? Что у него есть ключ решения вопроса? Да мы же знаем, что нет у него ключа. Ключ от решения вопроса в кармане Владимира Путина. Или Зеленский этот ключ хотя бы частично у него заберет, или по крайней мере он попытается это сделать. В любом случае мы должны за это болеть. И когда у него шанс забрать этот ключ, когда у него есть поддержка украинцев, когда украинцы будут аплодировать ему точно так же, что он молодец, что он наш президент. Мы можем с ними не соглашаться по земельной реформе, по экономическим вопросам, по какому-то вопросу, но наш президент в отношении с Путиным нет разногласий. Чтобы мы полностью 100% украинцев, вот 99 написано сейчас, 100% украинцев за президентом Зеленским, как бы с ними не спорили внутрь их вопросов. Вопрос не в нашей власти, как действительно потрясающий президент Леонид Кравчук сказал. Забудем, что когда-то у нас была власть. Вчера вы были власти, сегодня эти власти, завтра может быть опять кто-то будет в власти. Украина должна оставаться. Потому что это вопрос детей. И вопрос в будущем. Поэтому мне кажется так, или мы все договаривались, что мы сейчас поддерживаем, что этот ключ у Путина надо отбирать, но это не зависит от Зеленского, но в любом случае в Украине нужна передышка. Даже если в результате этой поездки вы сказали, что не стреляют в местах разведения, так классно, хотя бы на километры не стреляют, это спасенная жизнь украинского солдата. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не вижу негатива. Только на том месте не стрелять. Да пусть Дельнецкий ездит каждый день пять разных мест, и в пяти разных местах не будет стрелять, и хотя бы одна жизнь одного солдата будет спасена, дальше он выполняет свою функцию как президент. АПЛОДИСМЕНТЫ Украине нужна передышка. Украине для быстрых реформ нужна эта площадка. Эта площадка может быть достигнута только путем переговора. И когда мы говорим про наших полудрузей, полупартнеров, давайте говорить так, я не верю, что Путин хочет мира, я его слишком хорошо знаю. Макрон думает, что Путин хочет мира, потому что ему очень хочется в коммерческих делах. Я понимаю, почему он это делает. Вы все понимаете? А Путину не хочется мира. Потому что Путину нравится конфронтация. Путин хочет всем показать, что он такой крутой, что все с ними сражаются, чтобы удержать власть внутри России. Но извините, при всем этом Украина должна показать, что она точно хочет мира. Она точно не является источником проблем. Потому что всегда они готовы винить жертву вместо агрессора. И жертва должна вести себя идеально. И в этом случае, я думаю, что президент Зеленский абсолютно на правильном пути. И нам надо его поддержать. Нет альтернативы. И еще раз говорю, если что-то такое ужасное случится, тогда давайте тогда разговаривать. Ну, не вижу. Или может что-то произойти положительно, или может вообще ничего не произойти. В любом случае стоит попытаться. Попытка, не пытка. И я верю в данном случае полностью президенту Зеленского. Попытка.